Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». 21 ноября отмечается День работника налоговых органов Российской Федерации. Сегодня мы в гостях у Федеральной налоговой службы. Сегодня мы поговорим с начальником Межрайонной инспекции ФНС России номер 9 по Рязанской области Ганиной Ириной Ивановной. Здравствуйте! Добрый день! Вы работаете в ведомстве уже больше 30 лет. Расскажите, как все начиналось? Да, с удовольствием я поделюсь своими воспоминаниями. Но первоначально я хочу начать нашу беседу с поздравления своих коллег. Рязанская область очень эффективно сработала. Налоговые органы Рязанской области эффективно сработали. Эффективность определяется разными критериями. Одним из самых важных критерий является поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Так вот, Рязанская область достойно выполняет этот показатель. Налоговики постарались, и поступления у нас имеют положительную динамику. И с чем экономика Рязанской области развивается дальше и реализуются национальные проекты. Эффективность деятельности службы достигнута в первую очередь сплоченной работой нашей команды. Команда у нас дружная, команда у нас трудоспособная, и сотрудники нашей команды являются профессионалами своего дела. Поэтому я от всей души поздравляю своих коллег за конструктивное взаимодействие, за их преданность работе. Я поздравляю ветеранов, тех, кто были первопроходцами в нашей службе. Я желаю им крепкого здоровья, я желаю мира, я желаю удачи в работе на благо развития нашей страны и нашего Рязанского края. Ну, а действительно, вот прошло 30 с небольшим лет, кажется, не так много, но, с другой стороны, я уже оказалась в группе ветеранов. Так это быстро и, с одной стороны, интересно. Я действительно пришла работать в налоговую инспекцию в 1991 году. Это была налоговая инспекция по Касимовскому району. Район, территория очень большая. Рабочий день у нас порой начинался с 5-6 утра, потому что проверки все проводились только на территории предприятия, колхозах, совхозах. А так как нужно было успеть добраться, а логистика была не очень-то хорошая, выстроенная в 90-е годы, ну, нам приходилось ездить на таких вот на ранних маршрутах на общественном транспорте. Приезжали мы в отдаленные местности, где находились эти предприятия, сторожа открывали нам здания, мы заходили, начинали работу еще до прихода бухгалтеров. Казалось бы, трудно, трудно, но было интересно, и мы совсем не заморачивались этими трудностями. Эти трудности только закаляли нас. В инспекции на весь коллектив было всего лишь два компьютера. Налоговый инспектор был универсалом. Мы занимались всем. Мы принимали балансы от налогоплательщиков, мы принимали отчетность на бумажном носителе от налогоплательщиков, мы работали с этой отчетностью, мы составляли свою отчетность также вручную, мы давали консультации налогоплательщикам, тут же мы проводили камеральные проверки и выездные проверки. При исчислении имущественных налогов налоговый инспектор знал в лицо каждого гражданина, потому что извещение оплаты мощных налогов разносилось по квартирам, по домам, вручалось лично жителям, и поэтому мы знали не просто в лицо всех жителей, всех наших платежщиков, мы знали все их радости и все их проблемы. Но жизнь меняется, меняется служба, поэтому сейчас, конечно, немножечко все по-другому. Такой вопрос не могу не спросить, очень любопытно. Вы пришли в налоговую службу сразу после института, ну, по сути, совсем молодая девушка, и вам предстояло проводить бухгалтерские проверки. Ну, бухгалтер у нас ассоциирует, это такие уже женщины в возрасте, которые никого не подпускают к своим бумагам. Как реагировали на вас, вот такую вот, ну, девушку как удавалось искать общий язык, и легко ли это получалось или нет? Было легко, потому что, во-первых, нас было очень много таких молодых, потому что служба только создавалась, только набирался штат, и у нас было два наставника, вот на всю инспекцию налоговую у нас было два наставника, которые направляли нас. Поэтому никакой ревности между нами абсолютно не было, было лишь желание друг перед другом быстрее научиться и быстрее разобраться во всех новеллах, которыми мы вот столкнулись. Какие события запомнились больше всего вот за весь период? За 30 лет было очень много запоминающих событий, тем более, когда я человек очень активный во всем, поэтому событий очень много. Поэтому, наверное, я на этот вопрос, ответ свой разделю на две части. Событие, которое касается чисто налоговой службы, но это, конечно, самое яркое событие, насколько динамично и быстро развивалась наша служба, насколько быстро менялись мы. Порой мы не знали о своих резервах, давали задания, сделать нужно быстро и сейчас, и мы думали, нет, не справлюсь, нет, не получится. Справлялись, и все получалось. Вот это яркое событие на протяжении всех 30 лет. Наша, казалось бы, рядовая федеральная служба, федеральная налоговая служба превратилась в мощную структуру с цифровизацией всех буквально процессов. Налоговая служба очень сильно изменилась. То есть, вот как вы говорите, у вас было два компьютера, сейчас цифровизация уже полная. Вот какие такие глобальные изменения произошли в налоговой службе? Да, действительно, государственная налоговая служба создавалась в начале 90-х годов. Были сложные экономические времена и распад страны СССР, разрушились экономические и финансовые связи. Было очень сложно, но довольно-таки очень быстро была организована новая административная система, была система законодательных актов создана. Поэтому как-то мы очень быстро перестраивались. На сегодняшний день мы взаимодействуем с 95-процентными налогоплательщиками уже в электронном виде. То есть, это практически уже 100%. Изменились оснащения инспекции. Сейчас инспекции превратились в настоящие аналитические центры. Налоговый инспектор, у налогового инспектора на рабочем месте есть возможность доступа к 170 информационным ресурсам. Кстати сказать, ни одной федеральной службы на сегодняшний день такой нет с таким массивом информации. Все бизнес-процессы налогово администрированы, они полностью автоматизированы, начиная с регистрации налогоплательщика, заканчивая введением уже карточки расчетов с бюджетом. Конечно, у налогоплательщиков, это ни для кого не секрет, налоговая служба, она ассоциируется негативно. Излишние истребования документов, излишние комиссии, излишние уведомления. Но сейчас для нас стоит первоочередная задача уйти именно от такого ритма работы. Самая задача первостепенная – перестроиться и разумно истребовать документы, разумно проводить контрольные мероприятия. В этой части Федеральной налоговой службы именно в текущем году был принят манифест, который, кстати, презентовался в июне месяце. Здесь, на территории Рязани. Презентовал его наш руководитель Федеральной службы Егоров Данил Вячеславович. Посылы этого манифеста следующие. Гарантии безопасности от нечестной конкуренции и от несправедливых претензий государства. Взаимное доверие друг к другу между налогоплательщиком и налоговым инспектором. И, значит, снижение издержек при исчислении и уплате налогов. Вот эти лозунги, эти посылы сейчас первоочередные для всех работников налоговой инспекции. Ну и, конечно же, вот вы спросили, какие перемены. Конечно, перемены кадровые. Потому что сформировался надежный профессиональный костяк. Наши специалисты, наши сотрудники знают об ответственности их работы и знают свою работу на отличном. Вы говорите, что цифровизация уже так хорошо пришла в Федеральную налоговую службу. Людям, обычным гражданам, нелегко привыкать. То есть, выпускают приложения, выпускают сайты, люди пытаются привыкнуть, разобраться. Но ведь первым с этим сталкиваются сотрудники Федеральной налоговой службы. Вот легко ли это принять? И как у вас происходит как-то обучение или что-то еще вот с всем новым сервисом, всем новым функциям? Конечно, конечно, мы обучаем своих сотрудников. У нас специально созданы центры обучающие, очные и заочные. Очные центры у нас есть в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге. У нас есть заочное и дистанционное обучение. Обязательно все сотрудники стопроцентно проходят это обучение. Конечно, у нас есть методические рекомендации. Но не могу не сказать, что порой теории иногда отрываются от практики. И наши сотрудники настолько, они у нас творческие, поэтому они сами уже самостоятельно какие-то процессы смогут разобраться в этих процессах самостоятельно и делиться, естественно, в коллективах. Работа налоговиков во многом воспринимается через призму контрольных полномочий. То есть добровольно значительные суммы налогов перечислять в бюджет торопятся не все. А вот в этом направлении что поменялось, что изменилось? Да, за последние годы произошли кардинальные изменения. Мы не идем на внезапную выездную налоговую проверку. Мы к ней готовимся и готовимся вместе с налогоплательщиком. То есть это набор методов анализа деятельности налогоплательщика с целью выявления риска, именно налогового риска. Есть ли где-то занижение налогооблагаемой по базе, скрывает ли налогоплательщик от нас какие-то свои ресурсы. Но самое главное, самое принципиальное новшество именно в этом направлении, что у налогового органа и налоговиков есть единые общедоступные критерии оценки вот этого налогового риска. К ним относится и налоговая нагрузка налогоплательщика в сравнении с данной категорией отрасли по хозяйшему субъекту. К этому критерию относится зарплата, чтобы она была не ниже среднего по региону по данному виду деятельности. К этому критерию относятся и убытки налогоплательщика, если убытки заявляются на протяжении нескольких отчетных периодов. Это и обстоятельства, которые свидетельствуют о получении необоснованной налоговой выгоды. То есть их много критериев, и они открыты и для налогоплательщика, и для налогового инспектора. Мы оцениваем по этим критериям риски плательщика, и если такие риски выявляем, мы убеждаем налогоплательщика, что необходимо подать уточненную декларацию, уточниться и заплатить этот налог. И вот если налогоплательщик при условии, что не уточняется, не платит, а его аргументы не обоснованы, вот только тогда мы входим на выездную проверку. Это как раз говорит о том, что мы стараемся быть открытыми и идем на диалог с плательщиками. Говоря о цифровизации, вы упомянули, что очень много услуг можно получить. А вот какие именно услуги, самые такие, наверное, явные, уж все перечислять не будем, самые такие хорошие, можно получить через сайт? Да, как вы справедливо заметили, сейчас есть возможность пользоваться 70-ми сервисами на сайте налоговой службы. И налогоплательщики, которые уже сейчас новый поколение налогоплательщиков, они настолько уже привыкли к этим сервисам. Для них это уже является неотъемлемой и естественной частью их жизни. Начиналось все в 2009 году. Первый сервис у нас был личный комитет налогоплательщика, физических лиц, где можно было получить услугу, увидеть начисленный налог на имущество и увидеть свою задолженность. Сейчас налогоплательщики через личный кабинет могут у вас получить более 30 уже услуг. И в настоящее время, вот на территории Рязанской области, 330 тысяч человек подключены непосредственно к этому ресурсу. Сервис личный кабинет дополнен кабинетами юридического лица, предпринимателей. Налоговый кодекс узаконил этот сервис и считает, что эти сервисы являются способом коммуникации между налоговой инспекцией и налогоплательщиками. Но набирают популярность такие сервисы, как «Прозрачный бизнес», «Регистрация бизнеса онлайн», «Узнай ННН». Популярностью сейчас пользуется сервис «Проверь себя и контрагента» ну и другие сервисы. Вы упомянули, что в 2009 году появилась возможность узнать начисленный имущественный налог. Прошло 13 лет, и сейчас вот подходит дата, 1 декабря, это как раз конец уплаты имущественного налога. Как это можно сделать? Где можно посмотреть, что начислено, что не начислено? И что будет, если не уплатить? Да, конечно, всем известно, что налоги – это та разумная цена, которую мы платим для того, чтобы жить цивилизованно. Поэтому мы все с вами должны понимать, что у того, кто владеет имуществом, кто является владельцем имущества, есть не только право пользоваться этим имуществом, но и обязанность платить налоги. Поэтому я призываю всех рязанцев своевременно заплатить налоги. Срок уплаты у нас 1 декабря. Увидеть о своей задолженности можно в личном кабинете, о котором как раз я сейчас говорила. А также, если в личном кабинете какой-то причине либо нет исчезновного налога, либо какие-то неточности, можно обратиться в налоговые инспекции. У нас есть современные операционные залы, в которых можно оперативно получить всю соответствующую информацию. И, соответственно, в информационных залах можно и оплатить этот налог? Конечно, да. Да, и можно оплатить. Мы начали с вами с поздравления сотрудникам налоговой службы. А что желают сотрудникам налоговой службы? Может быть, есть какие-то такие особенные тонкости, которые вот только для сотрудников налоговой? Что желают нам? Знаете, нам желают, как правило, терпения, но я очень не люблю это желание. Потому что мы на своей службе, мы не терпим. Мы любим свою службу. Мы отдаем ей все свои силы, всю свою душу. Ну и здоровье тоже в той же части. Но почему-то нам желают больше терпения. А что бы вы пожелали тогда сотрудникам? То есть такое особенное, что знают только сотрудники Федеральной налоговой службы, что вот чего может быть нужно больше, чего не хватает, может быть, да. Я уже вначале пожелала, да, значит, здоровья, мира. Это все актуально сейчас. Но я желаю и своим коллегам, и в том числе и налогоплательщикам научиться доверять друг другу. Нам научиться доверять плательщику, а плательщику доверять налоговой службе. И тогда работа немножко будет строиться по-другому, и будет более тесное взаимопонимание. Ирина Ивановна, спасибо, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня, и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова